Виноват Алия, что мы к вам прожжем, да делай я... В Карельской глубинке можно озолотиться на сборе ягод. По крайней мере, так обещают в объявлении. Корреспонденты «Комсомольской правды» Владимир Барсобин и Иван Макеев решили проверить на себе, насколько эти обещания правдивы. Путь от Москвы, конечно, не близкий, но желание заработать было сильнее. Нам такую комнатку выдали. Это, кстати, еще мы тут вдвоем, а тут еще наверняка кого-то подсели. 300 рублей за ночь, спартанские условия. Ну, что еще нужно для людей, которые собираются заработать здесь в день? Вот, поэтому вот мы с Ваней тут оказались. Сразу появилась куча шуток. Это будет поспорить на нас, пока мы еще не обкусаны, не обглоданы комарами, клещами и всей этой живостью, которая находится в дремучих лесах. Карелии, куда мы сейчас завтра пойдем? Лесной клан «Дайк» в Карелии возник года три назад. Сюда за ягодным миллионом рванули тысячи людей. Шутка ли, за день здесь можно заработать от 10 до 30 тысяч рублей. При этом наслаждаясь прекрасной природой и свежим воздухом. Да еще и от души наестся душистой морожки и черники. Просто чешешь вот этой штуковиной, называется комбайн. Вот она черника, вот она растет. В черной точке это ягода. И вот так гладишь хитро. Нет, а такое простое вроде бы устройство. Очень эффективное. Через прорези ягода оказывается в оладке. Выглядит все очень просто и как бы легко. В самом деле, я уже занимаюсь это целый день. У меня как-то нормативная лексика осталась утром, вечером. Она у меня закончилась. Просто я очень-очень устал. В поисках черники я зашел на берег небольшого водоема. Нужно быть крайне осторожным, потому что в Карелии здесь такое повсюду. Вот наступаешь и мох. Наступаешь и мох проваливается. А вот этот вот, например, который уже такой оранжевый, это прям вода. Чуть наступил и берцы уходят в воду. То есть, на самом деле, надо тщательно следить, куда ты ставишь ноги. Но красота, конечно, неописуемая. Это того однозначно. И еще одно завораживающее зрелище в лесах Карелии. Огромный муравейник, на котором растет морожка. Романтическое настроение, навеянное красотой пейзажа, быстро прогоняют лютые кровососущие насекомые. Так что к вечеру мужчинам уже не хотелось ни красот, ни романтики. Но денег все еще хотелось очень сильно. И они пошли сдавать собранную в муках ягоду. На пункте сбора опытные ягодники гордо демонстрировали добычу. Им за день удалось набрать по 40-50 килограммов. Городские журналисты, Володя и Ваня, собрали всего 12. Это реально тяжелое дело. Поэтому те, кто зарабатывает таким трудом, они зарабатывают до 10 тысяч в день, они каждую вот свой рубль, они своим просто своим горбом действительно. После такой работы появится ли горд? Горб? Вопрос. И на латане я, что мальчик вам спрашивал, когда белой на кресле дому. Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует...